В Краснодаре аграрии пообщались с заместителем полпреда президента в Южном федеральном округе, губернатором края, представителями судов, прокуратуры и полиции. Фермерам пообещали разобраться в каждом конкретном случае. Нас не интересует политика. Вот к нам пытаются пристроиться, чтобы помочь родникам перед выбором. Нам это не надо. Мы идем за своей собственностью, за собственностью наших родителей. Земля не принадлежит рейдерам, которые распродают ее подстройку, подачные участки, коттеджи, а принадлежит 472 собственникам земельных поезд. Все вопросы, которые были поставлены, они поставлены на контроль и гарантированно должны решиться. Этой встречи мы ждали 13 лет. 13 лет обращались во все инстанции. Вопрос не решался. Сегодня вот какие-то 20 минут мы получили все. И думаем, что они свое слово сдержат. Первые лица встречаются. Мы же надеемся, что сегодня наша власть, в которую мы верим. Давайте садиться, разбираться. Сколько нужно, столько и делать это. Нет другого выхода. Если мы сейчас этот Гордиев узел не развяжем, или как Александр взял, разрубил его, то решение должно быть найдено. До бесконечности вот этот процесс не может продолжаться. Фермеры озвучили проблемы, связанные, как они считают, с необоснованными действиями судов и правоохранительных органов, которые способствовали переделу земли и рейдерским захватам, а также не защищали интересы аграриев. Вениамин Кондратьев еще раз заявил, что готов к дальнейшему обсуждению вопросов тех крестьян, чьи обращения в полицию и суды, согласно их заявлениям, не нашли должного рассмотрения. Несмотря на то, что проблемы, поднимаемые фермерами, имеют десятилетнюю давность, их все равно необходимо решать в интересах людей, заявил глава региона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.